Всем привет, дорогие друзья! С вами Глеб Задоя и это ваша любимая рубрика Диванный трейдинг и в сегодняшнем видео мы поговорим о том, что нужно знать трейдеру для того, чтобы зарабатывать деньги на финансовых рынках. И на то, чтобы записать видео с такой темой, меня подтолкнул один мой давний подписчик, который мне в инстаграме написал буквально следующее сообщение. Мне говорит очень интересно одно, будь то там трейдер, аналитик или инвестор, может ли кто-то предсказать, в какую сторону пойдет график цены или все могут только объяснять какие-то там прошедшие события. И в сегодняшнем видео я отвечу на этот вопрос и также дам некоторые все-таки прогнозы, предсказания о том, куда действительно может пойти рынок в ближайшее время, потому что есть на этот счет некоторые мысли. Я на этой неделе не публиковал видео со своими отчетами по инвестиционной деятельности, хотя есть что рассказать и по торговым роботам есть что рассказать и по IPO мне есть чем с вами поделиться, но я думаю, что на следующей неделе там пропуск этот восполним и запишем аж два таких видео. В общем обязательно нажмите на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о выходе новых видеороликов. Но сегодня не об этом. Сегодня о том, что нужно знать трейдеру для того, чтобы зарабатывать деньги на финансовых рынках. Вообще очень часто, особенно начинающие инвесторы, начинающие трейдеры думают, что главный вопрос, на который они должны ответить, это вопрос именно о том, куда пойдет цена. Вверх она пойдет или вниз. И они думают, что если им удастся ответить на этот вопрос, то у них, собственно, будет понимание того, как зарабатывать деньги на финансовых рынках. Типа, ну если я знаю, что цена пойдет вверх, ну соответственно покупаем. Если цена пойдет вниз, соответственно продаем. Но это вообще не так. И это совсем не то, что нужно знать трейдеру для того, чтобы зарабатывать деньги на финансовых рынках. Хотя я считаю, что с достаточно немалой долей вероятности можно предсказывать действительно, куда может пойти цена. Я помню на РБК раньше была такая передача, не знаю, может она и сейчас есть, но вроде как нету. Передача была, она называлась что-то типа битва аналитиков или там битва фундаментального и технического анализа. Я в этой передаче участвовал трижды. Три недели, собственно, был в эфире на РБК. И в этой передаче я был с Вадимом Меркуловым и с Фридом Финанса, с Юрием Чеботаревым и с Василием Олейником. И из трех раз два раза выиграл, потому что, ну действительно там такая вот, вот эта передача, она вся была построена вокруг такой игры в угадайку, куда там вырастет или куда там, точнее вырастет или упадет, да, куда пойдет тот или иной финансовый актив. Причем задача была такая, чтобы тебе не дают там какой-то конкретный актив, а ты можешь сам выбрать, сам найти там какую-то акцию, валюту, облигацию, да все что угодно, фьючерс, опцион, без разницы. И, собственно, предсказать вырастет он сегодня или упадет. Это была действительно самая абсолютно такая игра в угадайку и практического применения. Я понимаю, что там какая-то доля инвесторов, наверное, за этой передачей действительно следила и было интересно, кто победит. Технический анализ фундаментальный, насколько оправдаются там или не оправдаются стильные прогнозы. Но это к практическому трейдингу не имеет никакого отношения. И за счет чего мне лично удалось дважды из трех раз участие в этой передаче победить. Собственно, принцип был очень нехитрый. С утра открываешь графики, смотришь те инструменты, на которых есть, ну, самое простое, какие-нибудь дивергенции и конвергенции. Я, кстати, сейчас до сих пор по диверам, конверам торгую, например, на новостях, потому что, как правило, дивера, конвера, они отрабатываются именно на новостях. И, собственно, если находишь какие-то дивера, конвера, уже сформировавшиеся, то с очень высокой вероятностью, соответственно, будет какое-то там движение вверх или вниз по тому или иному инструменту. Ну и, соответственно, я там выбирал, там, отсматривал определенное количество инструментов, находил наиболее подходящий, где самый явный дивер был или самый явный конвер, значит, где прям уже начинало все отрабатываться и именно его отправлял, собственно, в редакцию этой передачи. И таким образом, два раза из трех мне удалось выиграть. И я там, ну, в большинстве случаев, ну, опять же, угадывал, куда пойдет график цены. Но, опять же, скажу уже в очередной раз, что никакого практического применения эти знания не имеют. От того, что вы будете знать, куда пойдет цена, от этого вам, ну, вы не сможете от этого зарабатывать. Потому что на самом деле трейдеру нужно знать совершенно другое. Первое, что нужно знать трейдеру, который приходит на финансовый рынок для того, чтобы зарабатывать деньги, это ему нужна стратегия и четкий торговый план. Никуда пойдет цена вверх или вниз, а где я буду покупать или где я буду продавать. На каких уровнях я жду отбоя вверх, на каких уровнях я жду отбоя вниз. Где я буду выставлять заявки на покупку, где я буду выставлять заявки на продажу. Где я буду фиксировать прибыль, то есть до какого предела цена может вырасти или упасть. Где я буду ограничивать убытки, где я скажу, что моя позиция себя не оправдала, уровень не отработал и надо позицию рубить. Вот что нужно знать трейдеру. Это первое, то есть нужно иметь торговую стратегию и нужно иметь на каждую сделку просто торговый план. Второе, что нужно трейдеру, это нужно обуздать свою психологию. Любой трейдер, любой инвестор, он подвержен страхам. Страху потерять деньги, страху того, что позиция не отработается. У любого инвестора и трейдера есть сомнения о том, что получится, не получится, заработаю, не заработаю, вырастет или упадет. Эти сомнения есть однозначно всегда. Есть жадность, которую тоже нужно обуздать. Все мы хотим зарабатывать побольше, желательно большими объемами и так далее. Но жадность у нас губило немалое количество трейдеров, инвесторов. Вообще жадность это то, что в первую очередь ведет часто людей к бедности. По крайней мере на финансовых рынках это точно. Ну и конечно же очень важно выработать в себе терпение. Терпение дождаться нужной цели, дождаться отработки той или иной позиции. Я вот с января, например, держу позиции по евро-доллару на продажу и терпеливо жду, когда они дойдут до цели. Я надеюсь, что вы тоже подписаны на мой телеграм-канал, где я давал рекомендацию как раз по евро. Я надеюсь, что вы тоже терпеливо ждете, когда все-таки евро отработает нашу цель. С января месяца мы эту позицию держим уже достаточно давно. И третье, что нужно трейдеру, то есть первое, что нужно трейдеру, это торговая стратегия и торговый план на сделку. Второе, это психология. И третье, что нужно трейдеру, это money management и risk management. То есть понимание того, как это работает, понимание того, как рассчитать объемы входа в рынок, понимание того, каким объемом открывать позиции и так далее. Если хотя бы одного из этих пунктов не будет, то обратите внимание, я ничего не сказал по поводу того, куда пойдет цена. То есть неважно, куда пойдет цена, вверх она пойдет или вниз, без разницы. Для трейдера даже важнее следующее, чтобы цена ну хоть куда-то шла. Хуже нет ничего, чем когда цена стоит на месте. Вот это плохо действительно. Хорошо, когда цена куда-то идет, вверх или вниз. И соответственно мы должны знать, где мы будем покупать, где будем продавать. У нас все должно быть в порядке с психологией и money management, risk management. Если хоть что-то из этого хромает, зарабатывать деньги на финансовых рынках не получится. У вас может быть, коль угодно, крутая стратегия. У вас может быть все мега хорошо с психологией, но если вы нарушаете money management, risk management, вы потеряете деньги. Если у вас все хорошо с risk management, money management, все хорошо с психологией, но нет торговой стратегии, вы тоже потеряете свои деньги. Если все хорошо с торговой стратегией, с money management, risk management, но вы не можете совладать со своей психологией, вы тоже потеряете деньги. И вот все эти три составляющих обязательно должны быть для того, чтобы зарабатывать деньги на финансовых рынках. Поэтому проведите такой внутренний аудит, посмотрите на себя, насколько у вас все эти три вещи, они есть в вашей торговле. Если нет, то я скажу так, что торговую стратегию, ей можно научиться, ее можно подсмотреть, как я в свое время ее подсмотрел у своих наставников. Money management, risk management можно с легкостью научиться, в том числе у меня на канале есть видеоролики на эту тему. Но психология это то, чему вам придется научиться самостоятельно, то, с чем вам придется бороться самим. Это однозначно этому научить невозможно. Можно только подсказать, как лучше действовать. И если все это есть, вы с высокой вероятностью будете зарабатывать деньги. Если нет, значит нет. А теперь по поводу того, какие сейчас прогнозы все-таки по рынку. То есть может ли кто-то дать прогноз о том, куда пойдет график, вверх или вниз, или все могут предсказывать только прошедшие события. Я сейчас наблюдаю в последнее время за достаточно большим количеством инструментов. Мы сейчас наблюдаем, во-первых, какую-то, ну такую немножко шальную активность и волатильность на валютном рынке. Мы наблюдаем там какие-то полеты на рынке госдолга Соединенных Штатов Америки. Мы наблюдаем, как многие инструменты там подбираются к каким-то своим максимумам. И потом, правда, некоторые уже от них корректируются. В частности, нефтяные котировки, которые там пробились к максимуму прошлого года. И от него достаточно так звонко отскочили, упали вниз. Вот мы видим, что фондовые рынки находятся на максимальных значениях. Мы видим, что золото находится, наоборот, на минимальных значениях. Хотя, по идее, там в этом году есть все предпосылки для роста главного драгоценного металла. Мы видим, как штормит рынок криптовалют. И я думаю, что многие заметили в последнее время, какая волатильность есть просто по портфелям тех или иных инструментов. В частности, я вот недавно отсматривал свой портфель по IPO, закрывал там вышедшие из лукапа позиции, отсматривал позиции, которые, наоборот, в лукапе находятся. И вот участвовал там буквально в последних нескольких IPO. И они, ну, вопреки ожиданиям, которые у нас есть к IPO, да, они не выстреливали. Ну, точнее как, прибыль есть, да, они вырастали на IPO, но вырастали не так, как это мы привыкли уже, да, когда в первый день мы видим плюс 50%, там плюс 70%, а то и плюс 100%, да, а мы видели какие-то скромные показатели, типа в первый день торгов плюс 20%. Вот когда я все это вижу в совокупности, вот этот вот собравшийся клубок, то единственный вывод, который я из этой ситуации делаю, это то, что в какое-то ближайшее время нас ждет, ну, как минимум коррекция на финансовых рынках, и, возможно, это будет, ну, самая сильная коррекция, которую мы можем увидеть с начала текущего года. Сказать конкретно, когда она начнется, сказать, что все, вот в понедельник мы с вами проснемся и рынок упадет, нет. Об этом я сказать не могу. Привязываться ко времени на финансовых рынках с какими бы то ни было прогнозами вообще достаточно сложно. Но то, что я сейчас вижу, вот эту волатильность, вот это вот нестреляющее IPO, инструменты, находящиеся на максимумах или золото, там, находящиеся на минимумах, все это мне говорит о том, что нас ждет большая какая-то коррекция. Поэтому будьте внимательны, принимая торговые решения, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, согласны вы или не согласны с этим мнением, ждете ли вы чего-то, какой-то коррекции на финансовых рынках, ну и лайк, подписка, все как обычно, друзья мои. С вами был Глеб Задоя, всем успехов в торговле и пока-пока.